Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Сегодня 26 августа. Я не знаю, когда выйдет этот ролик, но мы его снимаем именно сегодня. И здесь во внутреннем дворике гостиного двора проходит фестиваль «Живые улицы». Здесь очень много интересных экологических проектов. День обещает быть насыщенным и веселым. Но вот пока что ложка дегтя подкинула организаторы. Не готово ничего. Мы успели и наши коллеги успели закончить буквально за две минуты до 12. Хотя здесь все были в 7 или 8. Но я надеюсь, что посетители и сами участники этого фестиваля все исправят. И впечатления будут потрясающие. Давайте посмотрим. Девушки, здравствуйте. Ну, представьте. Меня Кристиана зовут. Меня Алина. Что вы делаете здесь? Давайте так. Почему именно «Зеленая улица»? Слушайте, ну, я вообще, в принципе, люблю растения. Сейчас подхожу, прихожу к тому возрасту, что типа хочется, знаете, до дома красоты, зелени какой-то. Вообще в целом фестиваль очень крутой. Хотела попасть вчера, но кое-кто приехал только сегодня, поэтому мы сегодня здесь. Вчера не было фестиваля, так что вы ничего не потеряли. Серьезно. Да-да-да, мы успели все закончить без 5-12. Так что вы вообще ничего не потеряли с самого начала. Можно было приезжать сегодня. А вы откуда раз приехали? А есть Тольятти? Ну, я до дома приезжала. Последние 7 лет живу в Питере. Ой, у вас очень крутой питомник Елополы находится. Один из лучших вообще на всю Россию. А вы как-нибудь с растениями связаны? Я очень хорошо знала биологию в школе. Ну, прошло 7 лет. Коллега, подруга, похоже, знает ее лучше, судя по поводу. Да-да. Ну, как сказать, не знаю. Ей везет больше. Это нормальная тема. Нет, ну, в целом, круто, интересно. У вас прикольная игра. И прям, знаете, так немножко, не немножко, а в принципе, поучительно. Чуть-чуть вот отсылки к детству, когда-то там выигрывал, шагал, шагал. И хочется выиграть прям. Погода улыбнулась, место. И, в общем, да нет. Да, мы тоже почему-то переживали, что будет дождь. Иногда удачи. Пускай выиграет сильнейший. И я думаю, что на фестивале еще много интересных мероприятий, где вы можете оторваться по полной программе. Спасибо огромное. Спасибо вам за вашу работу. Здравствуйте. На мой взгляд у вас один из самых интересных центов. В принципе, на этом фестивале. Нет, наш, конечно, самое интересное. Вы вторые после нас идете. Это уже неплохо. Да. Вот. Вы пятерки лидеров. Ну, если можно, несколько слов о вашем проекте, потому что, ну, это действительно очень необычное оформление. Ну, и мало кто, наверное, у себя на стенде большими буквами напишет «Борщевик». Это все равно, что киллер написать. Поэтому суть проекта. Мы и есть киллеры «Борщевика», на самом деле. Все началось с того, что мы получили грант на трансформацию набережной, создание общественного пространства воды. Это Красногвардейский район на набережной реки Охта. Все было круто, классно. Мы делали проекты, составляли концепции, исследовали, но встретились с «Борщевиком» и, ну, на самом деле, немного гребли. Потому что растение очень жесткое, оно мощное, оно ядовитое, агрессивное, токсичное. Ну, то есть, начинает захватывать понемногу Петербург. То есть, это доходит до того, что появляется на детских площадках в контексте города. То есть, уже до этого проблема была Ленинградской области, и сейчас это уже Санкт-Петербург. То есть, это центр города. Последние новости из парков, по-моему, в московском районе, насколько я слышала. Вот. Так что это уже достаточно серьезно. И мы решили все-таки обратить на это внимание. Не только просто скосом или уничтожением, мы начали использовать его как арт-объект. То есть, когда он в сухом состоянии, он имеет очень красивое художественное строение. Мы создаем на основе этого мерчи. В нашей команде порядка 10 человек – художники, дизайнеры, урбанисты, архитекторы. И все пытаются что-то сделать с этим брыщевиком. И, собственно, работа всех вот этих людей привела к этому стенду, к такой подаче. И я надеюсь, что мы что-то меняем все-таки в сознании и уничтожаем брыщевик. Ну, идея на самом деле интересная. А вы сказали, что вы выиграли грант по оформлению набережной. Да. Вы архитектор или вы дизайнер? Или как вы вообще туда попали? Я – урбанист. Попала я… У нас есть в Петербурге молодежный центр «Квадрат». Это государственное учреждение. И у нас там курсы бесплатные для молодежи. Программирование, дизайн, робототехника. Ну, то есть, все очень круто, языки. И директор обратил внимание на проблему внешнего окружения этого центра. То есть, это были вокруг линии электропередач, заброшенная набережная, где бомжи и вечные презерватеры, презерватеры, извините, и наркотики. И поэтому, собственно, мы начали этим заниматься. Тогда лично для меня, что такое урбанист? То есть, для меня это было понятие, что город на горожанин – это не похоже. Что такое урбанист? Это человек, который запускает городские легенды или что? Не легенды, а проекты, может быть. Ага. Только в городе? Мы направлены на улучшение городской среды, на преобразование городской среды. Так, чтобы город работал для людей в первую очередь. То есть, есть такая профессия? Есть такая профессия, но она объединяет в себе очень много, на самом деле, направлений, как социология, потому что это работа с людьми, архитектура, потому что это здание, это любая, это экономисты, элементарно. У нас сейчас работа с грантами, с медами, экономические знания нужны. То есть, это все подряд. Я выучила новое слово – урбанист. Это не горожанин, и это не запускатель городских легенд. Спасибо огромное. И удачи. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже знаю, как вас зовут. Вас зовут Юля, а меня зовут Наталья. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашем проекте, потому что жакет помогает спасти от свалки 4 пары джинс около 45 тысяч литров воды. Что это вообще такое? А, это означает… Наш проект Юля Нева – это дизайнерская одежда, апсайкл одежда. Мы перерабатываем из старых ресурсов. Так. Вот. Соответственно, мы сохраняем таким образом воду, мы сохраняем воздух, потому что производство новой одежды – это потребление новых ресурсов. И это, как бы, получается, как циклическая экономика такая. Тогда два вопроса. Вы сказали, что это и дизайнерская одежда. И дизайнерская, и с эко-уклоном таким, да, с эко-этическим уклоном. То есть работаете вы дизайнер? Я дизайнер одежды. Ага. Я тендролог. Очень приятно. Очень приятно. Тогда еще такой вопрос. Во-первых, как прошла в голову эта идея? А, идея на самом деле давно таилась. У меня сначала было ателье. Ну, просто мы шили различные вещи, пальто. А это, так скажем, 4 года назад я начала сортировать мусор. И это моя, в принципе, просто жизнь. Я вегетарианка, и у меня, как бы, личная жизнь, она очень связана с экологией. И получилось так, что до моих мыслей как-то дошло, что нужно это объединить. И вообще, что в целом в мире сейчас идет... То есть это образ жизни? Это образ жизни. И что это просто сейчас в мире очень много всего. И сильное перепотребление, фаст фэшн. И, в принципе, очень много вещей. И рано или поздно нам надо задуматься о том, что их много, и надо из них же делать. Ну, то есть, как бы, вот, пришло вот это вот. Понятие, да, понятие вот такое пришло почему-то мне в голову. Что и так много всего. Вот, то есть, потому что в масс-маркетах, да, все остатки сжигаются. И это, ну, не очень хорошо. Это ресурсы, вода были потрачены. Еще и сожгли, еще и, ну, выделение, да, все эти воды. Ну, в общем, вот так как-то пришло мне это все в голову. А цифры откуда вы взяли? А цифры, на самом деле, я ориентируюсь, там, смотрю ВВФ, там, Гринпис, ну, какие-то ссылки читаю. Вот эти они не с потолка. Не с потолка я читаю, да, я, как бы, так это, увлекаюсь этим всем. То есть, они примерные, на самом деле, потому что там у них, прям, в дробях, там, что-то, но они примерные, то есть, около сам сорока пяти. Так, для вопрос, где это можно найти? А, у меня есть сайт yulianewa.com. Ага. Вот, да, я только-только это все запустила, и я еще краудфандинг запускала, потому что это дорогостоящее производство, так как нужно, каждая вещь уникальная и индивидуальная, и каждая создается вручную. Ну, то есть, как бы, это не массовый вот этот поток. Ой, я увидела бренд только что. Да, это, ну, вот, на английском, на русском. То есть, вот. Тогда удачи. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще раз увидимся. Здорово, классно, супер. Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, а вас? Меня Екатерина. Очень приятно. У вас очень интересно называется стенд, он называется «Мир друзей». А можно что-нибудь о вашем проекте? Да, конечно. «Мир друзей» — это группа людей, их много. Они живут в разных городах. И всех этих людей объединяет одна цель — чтобы все были счастливые и здоровые. Вот. И стремясь к своей цели, ребята создают гармоничные образы, вкладывая в свое творчество, в стихи, в рассказы о любви. Также в песне, все играют на гитарах, поют песни. Никогда не угодно играть. И сценарий пишут для фильмов. Есть уже несколько сценариев. Я знаю, к кому обратиться за вирусным роликом. Так. Вот. И возникла идея. Ну, во-первых, я люблю выращивать цветы. И возникла идея поделиться творчеством, чтобы, ну, в людях вызвать гармоничные эмоции. Также вот вы, когда музыку слушаете, у вас картинка возникает в голове? Не всегда она бывает. Ну, когда на растение, смотрю, да, возникает. Вот. И очень важно, чтобы гармоничный образ. Когда песню слушаешь, очень важно. То есть вы растения подбираете по характеру? Я правильно поняла? Нет. Нет. Это просто мои питомцы. И я решила вот вместе с друзьями подарить радость всем. Как называется форма взаимоотношений, приносящая пользу одному или обоим организмам? Симбиоз, кооперация, корпорация, взаимоотношения. А ты нащи загадки? Точно, кидаешь кубик. Вот. Вот и заканчивался фестиваль «Живые улицы». Несмотря на самоотношное начало, день удался. Нам повезло с погодой. Было солнечно. Был хороший день. Было много народу. И было очень много садовых героев. Нам понравилось. Наверное, мы примем участие в этом фестивале и в следующем году. Если вы были на этом фестивале, в комментариях оставьте свои отзывы и впечатления. До скорых встреч. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!